Идем дальше по заявлениям Залужного, то, о чем он там сказал в этом интервью, я считаю, программным. Он сказал, что нам нужно ППО и ПРО. Я не специалист в энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Сейчас эффективность ППО 76%, то есть россияне шлют 100 ракет, чтобы 24 долетело. Плюс сюда же скажу, он говорит о том, что русская мобилизация сработала. Неправда то, что у них прям вот все так плохо, и они совсем не будут бороться. Без шапкозакидательства, другими словами, он предупредил. Потому что хоть какие, хоть дурные, хоть слепые, хоть голые, а они ползут, их много и идут на войну. И сейчас он сказал, вот важно, что русские готовят 200 тысяч свежих солдат, то есть свежего мяса, которые, да, он сказал, я не сомневаюсь, попробуют пойти на Киев. Ну, я не могу не верить генералу Залужному в этом вопросе. Я думаю, что и украинская разведка, и люди вокруг него, которые эти данные анализируют, они говорят так, как есть. Да, я думаю, оно так и есть. И это правда, что если они планируют, то есть худший вариант, это то, что они могут взять и вот вплоть в январе начать вот это вот масштабное наступление. Они, наверное, проведут еще одну большую волну мобилизации. Ну, по меньшей мере, это во многих кругах российских обсуждается, что будет еще одна большая волна мобилизации. Она-то сама не прекращается, но она просто сейчас более спорадическая, да, то есть, но будет еще одна волна, еще 300 тысяч или сколько там, или больше, чем 300 тысяч. Ресурс есть. Человеческий ресурс у России есть, потому что в России очень много неблагополучной территории, то есть, где люди реально плохо живут. И когда им обещают деньги, когда им обещают, ну, в принципе, ну, деньги в основном, конечно же, да, то тогда они в эту армию идут. И, ну, и вот, и даже если они пушечное мясо, все равно против них должно что-то стоять, должны, да, и оружие, и люди. И это, конечно, это, конечно, это угроза, это несомненно угроза. Тут Россия большая страна, то есть, я сейчас не буду говорить, что у нее демографическая катастрофа, это как бы не, сейчас вопрос не в этом, а людей призывного возраста, которые, да, они сами сказали, что у них резерв, вот резерв, весь резерв, если взять, где-то около 25 миллионов человек, да, ну, это, конечно, это огромное количество, это, это огромное количество. Единственное, что, единственное, что это не та война, то есть, если посмотреть даже на тот же Бахмут, ну, в принципе, слушайте, ну, волна за волной, война за волной, лоб в лоб, лоб в лоб, но это даже не вторая мировая, да, это даже вообще не вторая мировая, это, 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 это где-то, где-то, не знаю, там, первая, да, и то там, и то в Первой мировой войне, это вот так тупо и так долго с апреля месяца, с апреля месяца. На мясо, на убой, на убой. Да, все посылают на убой, конечно, и они не жалеют мяса. Нет, 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 для них человеческая жизнь не имеет вообще никакой ценности, поэтому, конечно, в этом опасность, в этом, несомненно, опасность. Потом снаряды, которые они производят сейчас, конечно, они невысокоточные, конечно, им не хватает всяких частей, которые раньше приходили, то есть современное оружие производить они не могут, но они производят оружие, которое бьет по территории. То есть оно не точно, оно бьет по территории. Им надо терроризировать украинцев, им надо уничтожать украинскую инфраструктуру, им надо уничтожать самих украинцев. Ну вот, они такие снаряды и делают, и они их будут запускать. В этом нет никакого сомнения. 33 минуты мы в эфире. Друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы. В гостях у Гордона Дмитрий Гордон и Олеся Бацман. И 14, уже больше, 14 тысяч, 59 человек онлайн нас смотрят. Спасибо, бросайте эту ссылку друзьям, знакомым им, пусть к нам присоединяются. Мы немножко позже будем зачитывать ваши вопросы к Савику. А пока мы продолжаем говорить о главных тезисах из интервью генерала Залужного. Он еще очень сказал интересно о Крыме. Он сказал, чтобы дойти до Крыма, нам надо пройти 84 километра к Мелитополю. Этого будет достаточно, чтобы доставать хаймарсами до Крыма. Но с наявными, это я просто с украинского перевожу, с наявными ресурсами я не могу планировать новые большие операции. Хотя, и тут я сейчас акцентирую, мы сейчас работаем над одной. Вы ее еще не видите, но она уже идет. Какой сюрприз русским приготовил генерал Залужный украинской армии? Даже если знал бы, не сказал бы. Но, конечно, я не знаю. Я могу сказать такое, что все войны в истории, они были войнами интеллектуальными в первую очередь. Это обмануть противника, потом его еще переобмануть, потом ему заставить тебя обмануть, понимаешь, как он тебя будет обманывать, и потом его обмануть в четвертый раз. То есть это реально большая интеллектуальная игра. Да, люди гибнут, кровь льется. И это огромная трагедия. Но с точки зрения военачальников, людей, которые... Это мозговой центр. Это большая интеллектуальная работа. И я... Вот то, что мы видим, что интеллектуально, с точки зрения военной, сегодня Украина гораздо превосходит. Может быть, потому, что какие-то разведданные получают от НАТО, которые там русские никогда не могут себе представить, что это станет известно. Может быть, американцы постоянно дают, постоянно, каждый день что-то. Ну, с точки зрения разведывательной, информационной. Но все равно украинское командование, с точки зрения военной, повторяю, интеллектуально гораздо выше в данный момент. И можно я к этому сейчас добавлю прям цитату? Потому что как раз то, о чем вы говорите. А еще то, о чем говорит Валерий Залужный. Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил десятерых, потому что им было не до нее. Еще один застрелился. Я доверяю Сырскому. Если мне он говорит, что надо еще одна бригада, значит, ему она нужна. Я не думаю, что я самый умный. Я должен слушать тех, кто на поле боя. Ну, правильно. И сам Сырский в интервью, которое он дает тому же экономисту, и Залужный об этом тоже говорит, что очень важно на поле боя – это самостоятельное принятие решений командиров. Это еще началось в израильской армии. Это после шестидневной войны, это вообще стало как бы трендом, что подразделение, которое воюет на определенном участке фронта, что командир, он автономно, он не обязан обязательно постоянно держать на связи, быть на связи с центром и согласовывать каждый свой шаг. Что командиры должны быть настолько подготовлены и настолько высоки в этом искусстве войны, что они должны самостоятельно в своих секторах вести боевые действия. И это огромное преимущество украинской армии. Огромное просто. Потому что мы видим, что среди украинских военных, даже вот мы видим, мы, мы, мы люди, ну, в общем-то, мы не на фронте. Мы видим, насколько все же более мобильная, более маневренная, с лучшей связью, с лучшей разведкой, с лучшими, ну, принятие решений, решений, оно, оно гораздо быстрее сам процесс. Ну, в этом смысле, конечно, украинская армия превосходит российскую армию, потому что я говорю, ну вот возьмем генерала Суровикина. Ну, понимаете, ну, да, ну, я не знаю слова, которыми его можно описать. Вот что он, вот что он сравнять с землей. Да, в принципе, для этого не надо учиться пять лет в академии. Да, это достаточно, не знаю, понимаете, прочитать какую-нибудь такую не самую хорошую книжку, и сказать, давайте, да, сравнять с землей, и все. Но я пока не вижу вообще, я вообще не вижу военного искусства со стороны российских командующих. Они как были на уровне второй мировой этап и остались. Так оно же все там военное, их искусство на лице написано, и невоенное тоже. Там же все можно прочитать по этим интеллектуальным взглядам.